Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о витамине D. Недостаточность его встречается у детей, поэтому он один из самых важных витаминов. Витамин D регулирует обмен фосфора и кальция в организме, содействует всасыванию этих веществ в кишечнике, также своевременному отложению их в новообразовавшиеся кости. Недостаток витамина D встречается преимущественно у детей, а вот у взрослых в период беременности и кормления, также при нарушении всасываемости в кишечнике и при недостатке солнечного света. При этом может развиваться ластиомаляция, это размягчение костей, особенно костей таза и позвоночника. При недостатке витамина D возможно снижение кальция в крови, то есть гипокальциемия, вплоть до появления так называемой арахитической титании, то есть судорог. А профилактика и лечение заключается в том, чтобы употреблять пищу, богатую витамином D. Это яйца, печень, жир рыб, сливочное масло, сметана и сливки, но это в большей части для взрослых. А вот в отношении детей с витамином D нужно быть предельно аккуратными. Малышам обычно препарат витамина D назначают внутрь. Внимание, никогда самостоятельно не давайте ребенку витамин D, обязательно проконсультируйтесь с врачом, иначе может возникнуть хронический гипервитаминоз, а это плохо. Лечение арахита длится примерно 1-2 месяца. Ну а вообще витамин D синтезируется у нас в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Лучше всего принимать солнечные ванны утром или на закате. На этом о витамине D у меня все. А информационную поддержку оказывает группа студент-медик. Народ, давайте там все объединимся, и будет нам счастье. На этом все, меня зовут Женек. А, чуть не забыл, мне задали вот такой вот вопрос. Есть такая вещь, как диспансеризация, и ее проходят обычно без очереди. То есть вы приходите, говорите, ну в кабинет диспансеризации, говорите, что так-то, так-то, я еще хочу встать на витамины. Берете направление, издаете кровь, и все. Вот так просто, без очереди. Меня зовут Женек, это была передача Якомет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова